Югский язык, второй еще живой в 20 веке енисейский язык, самоназвание юган, поэтому югский язык. Ну, также они описывались в 19 веке как сымские кеты, потому что в основном они жили по реке Сыме. Ну, и также их называли енисейские остяки, как и прочих всех кетов. Называли также дюканы, потому что их тунгусы называли дюканами. Кеты сами называют их юган, и также известно самоназвание югов кандэн, с носовой на конце. Ну, и длительно они тоже по переписьм учитывались как кеты, потому что первоначально их ученые считали, что это сынский диалект кетского. Однако в 60-х годах прошлого века уже решили, что это отдельная енисейская народность, и язык у них все-таки самостоятельный. После того, как поизучали длительно их язык, решили, что все-таки это не диалект, а отдельный язык. Ну, на кетский это походит действительно довольно сильно. Ранее югский язык был довольно многочисленный, было несколько диалектов, практически его фиксировали уже на стадии вымирания. В настоящее время имеются противоречивые данные, по всей видимости язык уже вымер. Однако на переписях юги еще указывают. Они фактически говорят на русском, но они на переписи, допустим, 2002 года, в 131 юг указал, что он владеет языком. Хотя на самом деле даже в начале 80-х объективные исследования показывали, что только два человека владело языком. В 90-е годы экспедиции ученых, которые туда ходили, показали, что вообще нет владеющих языком, по всей видимости. В 2010 году один только юг указал, что он владеет языком. Ну, в общем, по всем данным не владеет, не осталось владеющих языком. Завышенные данные по переписям это обычное дело в данном случае, потому что там часто малообразованные народы Севера, они не понимают, что такое владеть языком. Если они хоть немного знают, они могут написать в переписи, что владеют. То есть, поэтому следует полагаться на данные ученых, которые, используя уже научные методы, измеряют, владеют или нет. И уже с 90-х годов там никого, кто владеет языком, достоверно, научно протестировано, ученые не обнаружили. Так что владеют этим языком сейчас только специалисты по кетским языкам, по всей видимости. Ну, все-таки я говорю, по всей видимости, потому что тайга, кто его знает? Может, кто-то еще и остался, кто владеет. Не было и нет никакой письменности, никогда нигде не преподавался в связи с тем, что юги были малочислены уже в 20 веке. Гласные, как в кетском, описан, тем не менее, нормально. Последних носителей хорошо изучили. Согласные, отличаются, есть классы среднеязычных. Вот этим отличаются. В кетском довольно мало согласных, и среднеязычных там нет. Остальное примерно, как в кетском. Щелевая, фа, есть еще вот. Передняя, значит, губная, фа. Ну, пожалуй, все. Вот тоны. Ну, вот как и в кетском. То есть, контур, по которому китайцы отличают тон, только один из признаков. Вот циркумфлексный контур, я уточнил, в индоевропейской, и, видимо, в кетской тоже традиции, это считается нисходящий. То есть, вот это, значит, нисходящий у них контур. Помимо этого, регистр считается, как во вьетнамском, высокий или невысокий. И, как во вьетнамском, считается вот отрывистость, фарингализация и так далее. То есть, тоны напоминают вьетнамские, и, видимо, это как раз первоначальная система тонов в языках Азии. А традиционная вот эта система Путунхуа, которая везде изучает про четыре тона, которые отличаются именно контуром, это, видимо, упрощение именно вот в мандарине, то есть, в северных диалектах китайских. Без ударения, то есть, различаются, в принципе, ударения и без ударения. Без ударения гласных меньше различаются, то есть, под ударением 10 гласных различают, без ударения 7. Но, в целом, в безударных позициях, допустим, они четко отличают О и А, то есть, такой сильной редукции, как в русском, где только три фонема без ударения различаются, нет, конечно. Под ударением также меняется качество, вот, в зависимости от тона, под ударением может меняться качество гласного, то есть, переднее и, нет, лучше, так сказать, усуженное и расширенное. То есть, ну, допустим, Э и Э, вот, про это идет речь. В зависимости от тона будет либо узкий Э, либо широкий Э. Также чередование гласных, которые вот имеются в кецком, у югов тоже есть, под различными тонами гласные могут чередоваться. Ну, широкое, большое количество переходов согласных, вот, вот для югского, и многие такие же, как и в кецком. Ну, некоторые особенности есть, вот, просто привожу переходы согласных. Облауд, чередование, в принципе, говорил уже. Ну, и в целом, довольно походит на кецкий все это. Вот классы в югском. Ну, в данном случае, интересно, что те, которые обожествляются объекты, допустим, некоторые растения, которые обожествляются, неживые объекты, которые, тем не менее, вот, имеют сакральный смысл, то есть, имеют какое-то отношение к религии. Они включаются в мужской, либо в женский класс. То есть, как я уже говорил, вот эти классы, как и в кавказских, они не обязательно обозначают именно там мужчину или женщину. То есть, могут через какую-то метафору, допустим, мужской класс применяться к каким-то неживым объектам. Если они его считают каким-то богом мужского пола, то они могут его также мужским классом обозначать. Название детей относится к женскому классу у югов. Ну, кстати, тоже, по-моему, и в кавказских бывает. В кавказских иногда под детей отдельный класс прям существует. И название частей тела относится к вещам. Ну, и классы влияют на показатели падежей некоторых, на глагол влияют, глагол изменяется по классам, и некоторые местоимения числительные. Множественное число тоже имеет много показателей. Основные показатели это вот n и n, то есть, n переднее и n носовое. Но не обязательно, n заднее, то есть, n переднее, n заднее. Не обязательно, потому что много еще через чередования образуется множественное число, через чередование тонов, то есть, тоном можно показать множественное число. И может без изменения формы вообще быть. Допустим, комар будет суй, и в единственном числе множественном, то есть, просто комары. Но это там потому что Енисей. То есть, комары там всегда во множественном числе уступают. Единичных комаров там не бывает. Я примерно в тех районах жил и понимаю, почему у них комары всегда во множественном числе. Суплитивные формы, допустим, дыл ребенок, кат, дети. 10 падежей, вот они, ну и очевидно, что походят они на кецкие довольно сильно, с некоторыми особенностями, вот в югском падеже. Глагол, ну в принципе, как кецкий, поэтому подробно нет смысла. Есть тут рядом клип про кецкий язык, где подробно рассказано. Ну вот залог можно посмотреть. Залог полноценный, то есть полностью преобразуется и конструкция, и слово. Вот залоги. Квозатив и пассив-результатив в югском. Тоже 4 наклонения. Ну вот это вот система показателей. В принципе, кецкий язык на этом же канале, и там все комментарии к этой системе. Что такое центростремительные, центробежные, субъектные глаголы и так далее. Ну и как и в кецком, обычно вот эти две серии сразу идут. То есть одна серия обозначает субъект, а вторая объект. Поэтому в слове каждый слог что-то грамматически означает. В основном глаголы тоже с помощью приставок образуются, а имена с помощью суффиксов, с помощью показателей. Есть у них, значит, маздар. Если так применять терминологию кавказских, то есть просто корень, как такое абстрактное отражение глагола. И есть причастие в югском. Ну и также сложные глаголы. То есть когда много основ в одном глаголе, и получается, что глагол много что означает. И субъект действия, и как оно проходит, и объект действия, и так далее. Вот это там постоянно. Сложных глаголов довольно много. Или в глагол вставляется то, что мы выражаем наречием, то есть как и проходит действие. Вот это может выражаться как показателем глаголи, так и вставкой туда нескольких корней. Сколько может быть корней в одном слове непонятно, но длинные слова тут точно в примерах приводятся. Считают, что не сложилась там система суффиксов словообразования. В основном там слово сложением слова образуется, а некоторые вот то, что воспринимают как суффиксы, это сокращенные на самом деле слова. То есть это сложное слово, в котором одно слово сокращено и походит по этому актенту на суффикс. Ну и примерно тоже для Кецкого говорят. Ну вот тоже тут пишут, что номинативный строй, в котором сохранились остаточные явления эрогативного и активного строя. Так как не приводят примеров, непонятно какие остаточные явления, поэтому просто вот цитирую. Простые предложения тоже образуются с помощью союзов, но не образуются с помощью послелогов. То есть вот в Кецком там может с помощью послелогов образовываться предаточное предложение. То есть простые предложения составят сложного, предаточное предложение составят сложного. Ну вот я привожу тут как, да, то есть с помощью интонации, с помощью союзов и с помощью русских союзов. Вот так образуются сложные предложения. Ну вот примеры сложных предложений в юкском языке. Что касается лексики, то же самое говорят, то есть там есть явно ностратические корни, то есть какая-то лексика, относительно которой можно показать, что она родственна уральским или алтайским языкам. Но поскольку носители икетского и юбского постоянно контактировали с алтайскими и с уральскими, то непонятно, то ли это свидетельство родства действительно какого-то отдаленного, енисейских с ностратикой, то ли это просто древние заимствования, которые давно там в язык вошли, давно уже по местной фонетике там обозначаются, тонами они их разметили и так далее. Имеются явные селькупские и тюркские заимствования уже поздние, так как они уже позднее явно контактировали уже с селькупами и тюрками, есть такие слова в них в языке. Ну и естественно та форма, которую фиксировали в 20 веке, она насыщена русскими заимствованиями, фактически язык в Эмиралу постепенно замещался русским.